Тонны грязи на улице и килограммы ила дома. Так половодие пережили Галимовы. Там плитки подняла у нас. Вираду зашло. Вот такой слой ила я убирала. В шкафы залезла вода. Но и сейчас никаких гарантий, что сегодня это не повторится снова. Потому что причина, уверены хозяева, не в природе, а в большой человеческой халатности. Поблизости стоит огромный завод. И именно он все талые воды гонит прямиком в их двор. 35-40 лет этому заводу. Ну, последние годы, где-то лет 10, уже вода, водящие трубы, все эти овраги, все это. Ну, никто за ними не следит. Половодье показало, какие масштабы обрела проблема. Под угрозой уже 360 домов каркалинского сельского поселения. Причины все те же. Дренажи и каналы, которые, как оказалось, сдались уже в начале паводка. Это не зависит с нашего села. Это, что у нас спускается сверху. Это не только затопляет, не а нам затопляет и Саушинское сельское поселение. И дальше, может быть, и внизу у нас есть сельские поселения, и там такие случаи, может быть. Но это зависит от природы. Сушительную силу природы накануне наблюдал юго-запад Татарстана. За считанные часы люди лишились живности, оставили дома. По колено в ледяной воде шли в соседние поселения. В селе Бурундуки данная вода подтопила 27 переусадебных участков у реки Берля. В селах Федоровской и Бурундуки вода ушла с территории шести домов, которые были ранее подтоплены. В результате повышения уровня воды в реке Була произошло подтопление одной грунтовой автодороги протяженностью 4 километра. В результате чего водой были залиты подъездные пути к деревне Чиреева, Апатовского муниципального района. По данным татарстанского МЧС, затопленными сегодня остается мост в Новошишминском, два моста в Буинском районах. В среднем за ночь уровень воды на Свияге поднялся на 20 сантиметров. Спустить решено взрывчаткой. В 9 утра взрывная команда провела операцию на устье реки в Кайбицах. Рамиль Шайдулин, Фуат Гайсин, Булат Шафигулин, ТНВ, Лениногорский, Кайбицкие районы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова